Вопрос касается моего отношения к Алие. Ряд людей слышали обвинение в мой адрес в противостоянии Алие. И меня вот попросили прокомментировать это. На самом деле, никогда я не противостоял Алие по ряду причин. Первая причина. Когда я рос, я рос в украино-еврейской семье, но с сильнейшим еврейским акцентом. У моих родителей были отдельные томаты революционной еврейской энциклопедии. У них были какие-то раритетные еврейские пластинки. Хотя мой дедушка по украинской стороне, он в свое время был... Он участвовал в так называемом украинском возрождении в 20-е годы в Советском Союзе. Он был солистом оперного театра, основателем капеллы бандуристов. Но, тем не менее, в моей семье очень сильный с самого детства был, я хорошо это помню, такой еврейский колорит. Конечно, и родители, и мои дедушки, и бабушки, они были светскими. За первые 30 лет моей жизни у меня было две беседы с верующими. Всего две беседы с верующими. Я имею в виду любыми верующими. Тем не менее, я читал еврейскую литературу, ну, может, если не с семи, то с восьми лет. Практически никто из моих сверстников, включая самых крутых стопроцентных евреев, ничего подобного не читал, ни к чему подобному доступ не имел. Кроме того, мой брат, который более чем на 9 лет старше меня, он тоже, он с младых ногтей участвовал в сионистском движении. И мой брат в определенной мере был для меня героем. Ну, во-первых, как старший брат. Во-вторых, как такой борец с несправедливой системой. Потому что, безусловно, при таком отношении к еврейству наша семья была более или менее скрыта, но отчасти явно антисоветская. И мой брат был для меня дважды герой. Дважды герой из-за своего такого явного еврейского отношения, участия в этом подпольном сионистском движении и из-за своей явной диссидентской направленности и такого антисоветского тоже, участия в антисоветском движении. Теперь, через брата и его друзей, уже когда я был подростком, я имел доступ к определенным сам издатским материалам и там издатским материалам, еще к некоторым дореволюционным еврейским изданиям. Например, в довольно раннем возрасте, не помню, мне было лет 9-10, я прочел первый том «История евреев Греция», и я прочел, по-моему, половину второго. Почему половину? Потому что тот человек, через которого нам дали эти книги, уезжал в Израиль и должен был забрать эти книги. В 1972 году, наконец, моего брата отпустили, а он был один из лидеров вот этого сионистского подполья в бывшем связи. Его отпустили. Драматическим образом он уезжал весной 1972 года. Я ходил с ним, мы провожали его, моего отца сразу исключили из партии, и считая, вот с 14 лет я уже был под официальным клеймом брата-предателя Родины и сына-исключенца. И это строго по сионистской линии. Теперь, я помню, как в 1967 году вся моя семья, все родственники, друзья родителей, причем не только евреи, все дико болели за Израиль. Естественно, я был с ними. Я помню, как в 1973 году, начало войны судного дня, это был траур в нашей семье. Просто траур. Мы вылавливали, уже брата не было, многие друзья уехали, уже такой связи не было на тот момент. И мы вылавливали по иным голосам, что происходит, что происходит. Ну, мы не могли сказать, спасет ли Бог Израиль, что мы все не верили в Бога. Но мы так болели за Израиль. Можно было подумать, что Киев – это один из городов Израиля, и если не произойдет чудо, то нас разорвут. И далее, и далее для меня было совершенно несомненным, что моя, как бы, в определенной мере духовная родина – это Израиль. Я болел за Израиль все годы моей жизни, когда я был неверующий. И когда я уверовал в миссию Израиля, через три месяца я впервые покинул территорию Союза, и мой первый выезд был именно сюда в 1989 году. Мы приехали тогда с отцом, и это было совершенно незабываемое. Я, ну, мне не с чем сравнить это по всем культурным, духовным шокам, по тому обилию разнообразной еды, из которой мы столкнулись, приехав во время осенних праздников. И мы перемещались от гостей к гостям, от старых родственников к старым родственникам, потому что, например, сестра моего еврейского дедушки, она с огромным кланом в 904 году переехала в Палестину. И это была линия Халуцин здесь, которые все помнили моего дедушку и мою бабушку, которые, как оказалось, были для них... До этого рассказы моего отца о бабушке и дедушке, которых я не видел, они умерли до моего рождения, мне казались легендой. Только в Израиле я познакомился с теми людьми, которые подтвердили все рассказы отца об этой изумительной еврейской чете. В общем, это было невероятное переживание. И тогда же здесь, в 89 году, друзья и знакомые и очень на солидных должностях предлагали мне переехать, сразу давали работу. Но я был три месяца верующий, я понимал, что без общения с братьями и сестрами я духовно не выживу. И я не нашел здесь ни одной общины в 89 году, хотя старался и искал. Следующий раз я приехал в 94 году в Израиль и уже приехал за два месяца до фактически начала киевской еврейской мессианской общины. И у меня были уже там рекомендательные письма и прочее, прочее. И вот тогда я впервые познакомился с мессианским телом в Эреце Исраэль. Короче, всегда для меня Израиль оставалась совершенно особая Божья земля, навсегда обетованная и избранная для Божьего народа. Поэтому вопросу не было ни малейших сомнений. Теперь, как мы относились к тем евреям, которые хотели уехать в Израиль? Ну, начиная, например, с моего отца, который в 90-м году сюда переехал. Естественно, я максимально поддерживал своего папу в этом. Неверующего папу. И мы помогли, я помогал самым первым христианским сионистским организациям, которые действовали в Советском Союзе. Это было Good News Travel, это было Эзра, еще до того, как Аван Эзра активно включился, мы, я и мои друзья, мы активнейшим образом помогали этим организациям. Ничего принципиально не изменилось, когда началась киевско-еврейско-миссианская община. Ничего. С тех пор мы помогли многим евреям и верующим и неверующим переехать на ПМЖ сюда. И мы продолжаем помогать. Мы продолжаем им помогать. Теперь, против чего мы выступали? Мы выступали против некоторой нечестной агитации евреев на выезд в Израиль. Хочу сказать, что поскольку в 89-м году я уже побывал в Израиле, и в 94-м году я побывал в Израиле, потом в 96-м году я побывал в Израиле, а начиная с 2000-го года я каждый раз, каждый год бываю в Израиле иногда по два раза. мне откровенно говоря меня вызывало удивление агитация за выезд в Израиль, которая представляла государство Израиль неким земным раем. Мне откровенно говоря не очень нравилось, когда евреев в диаспоре, в частности в Украине просто обманывает, рассказывая им, что достаточно им переехать сюда, как они будут как сыр в масле кататься, они найдут работу обязательно по специальности, у них не будет никаких проблем с жильем и так далее, и так далее, и так далее. я знал, что это мягко говоря не совсем правда, и в отношении вот этой скажем неадекватной пропаганды мы действительно высказывались. Следующий момент, мы высказывались, и мы считаем, что мы совершенно оправданно по-библейски высказываемся, по поводу каких-то крайних учений и точек зрения, о том, что все евреи, независимо от того, неверующие или верующие, они немедленно обязаны все бросать и мчаться в Израиль. если я в общем-то с пониманием отношусь по поводу позиций в отношении многих неверующих евреев, особенно тех, которые хотят покинуть территорию, например, бывшего союза, и мы советовали многим из них, которые уже собирались ехать, но они собирались ехать в Германию, Австралию, Америку, Канаду, и мы советовали вам намного лучше поехать на ту землю, которую Господь обетовал для вас. То в отношении верующих евреев, те, которые уже пришли к познанию своего Мессии, мы имеем простое библейское понимание. Если человек уверовал в своего Господа, если в нем живет Дух Святой, никто не может ему сказать, ты обязан ехать туда или сюда, и тем более, что Библия подобного не говорит, этот человек должен советоваться с тем Богом, в которого он уверовал, и он должен понимать план Божий для себя. Следующее. Есть такое учение, что вот это Алия, Алия на 99% неверующих евреев, это вот та последняя Алия, которая в конечном счете завершится полным собиранием всех евреев здесь, в Ариц Исраэль, и потом Господь, как многие христиане говорят, сам разберется с ними или таким, или таким образом, и потом придет конец. Было бы, может, и неплохо, если бы это не противоречило Писанию. Есть три основных места в Торе, которые говорят о последовательности физической и духовной Алии. Физической и духовной Алии. Именно в Торе, поскольку мессианские евреи, они действительно и по праву считают пророчества Торы и с новополагающими, я в свое время разбирался с этим вопросом. Например, эта книга выиграли вид 26 глава, где перечисляются различные наказания Божьи неверному Израилю с постепенным усилением наказания. И затем идет примерно с первого стиха описание наказание, которое завершается рассеянием. С 37 стиха говорится испоткнуться друг на друга, как отмеча между тем, как никто не преследует не будет у вас силой противостоять врагам вашим и погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших из-за беззакония отцов своих исчахнут. 40 стих. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня, шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их и тогда потерпят они за беззакония свои и я вспомню завет мой с Иакова и завет мой с Исааком и завет мой с Авраамом очень необычное место начиная с Иакова восхождение к Аврааму вспомню и землю вспомню и так далее и тогда как они будут в земле враговых я не призрю их не возгнушаюсь чтобы разрушить завет мой с ними ибо я Господь Бог их вспомню для них завет с предками которые вывел из земли египетской вот здесь совершенно явно подробно описывается процесс можно сказать постепенной чувы в галуте в диаспоре рассеянных по всем народам евреев но есть еще интересные места на эту тему например дворим второзаконе четвертая глава с 27 стиха и рассеет вас Господь по всем народам и останетесь в малом числе между народами которым отведет вас Господь и будете там служить богам сделанным руками человеческими из дерева и камня которые не видят и не слышат и не едят и не обоняют но когда ты взыщешь там Господа бога твоего то найдешь его если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя в синодальном переводе написано в последствии времени но в еврейском оригинале сказано в конце времени или в конце времен то есть настолько явно что просто то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза его и Господь Бог твой есть Бог милосердный он не оставит и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими которые склятвою утвердил им описание великого рассеяния в конце времен которое никак не отнесешь к вавилонскому рассеянию и на самом деле описание глубокого покаяния глубокой чувы в диаспоре после которой Господь вернет и еще может быть ключевое место в этом плане тоже второзаконие после известных 28-29 глав 30 глава с 1 стиха когда придут на тебя все слова эти благословения и проклятия которые изложил я тебе примешь их к сердцу своему и примешь их к сердцу своему можно сказать первое когда придут когда исполнятся все эти слова благословения и проклятия затем и примешь их к сердцу своему среди всех народов в которых рассеет тебя господь бог твой 3 и обратишься господу богу твоему и послушаешь глаза его это можно сказать даже отдельно четвертое как я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей то есть речь идет как минимум от шуве двух поколений евреев рассеяне тогда господь бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов очень важное слово опять от всех народов между которыми рассеет тебя господь бог твой хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя господь бог и оттуда возьмет тебя и приведет тебе господь бог твой в землю которой владели отцы твои и получишь его владение и облагодетельствовать и размножить тебя более отцов твоих это классическое место которое очень многие комментаторы и древнееврейские средневековые еврейские и те христианские которые стараются старались и стараются быть верными слову божьему оценивают одинаково что речь идет о великом рассеянии в конце времен так же как в четвертой главе дворим и там именно в рассеянии произойдет великая чва и только после этой великой чвы будет окончательное массовое собирание евреев в Израиль теперь как же мы относимся к той чве которая фактически началась конца 19 века как вернее той илие которая началась конца 19 века мы относимся как к Божьей илие Божьему плану и что это Божье чудо почему ну во первых по тем невероятным чудесам и фактам по тем событиям которые сопровождали по тем чудесам которые являлись самой илие но еще в большей степени из-за тех пророчеств которые есть об этой илие вторе мы их не видим но они есть у пророков особенно у двух пророков у иеремии и иеремии иеремии есть ряд пророчеств которые описывают как раз вот эту алию алию практически почти полностью не верующих в своего мессию своего господа еврея а мы знаем что государство Израиль возникло и было построено на 90 с чем-то процентов вообще светскими евреями которые к любой форме ортодоксии или ультра ортодоксии или консервативному иудаизму или к реформатскому иудаизму не имели никакого отношения более того многие из них были сознательными атеистами социалистами и так далее вот два пророка особенно Еремея и Закеиль описывают такую алию описывая что Бог сначала после огромных страданий возьмет евреев и будет их приводить в эту землю и здесь они уже осознают себя грешниками и покаятся за все беззакония свои ясно что вот с конца 19 века исполняется вот эти пророчества Еремии и Закеиля но у Еремии и Закеиля есть и пророчества которые говорят о той последней лее которая еще впереди есть также пророчества которые описывают следующий порядок сначала начинается покаяние в диаспоре на основании этого покаяния Бог берет евреев и перемещает приводит спасая их в Эресисраэль но окончательная тшива уже самая глубокая тшива происходит здесь вы можете сами с этим ознакомиться и есть целый ряд известных пророчеств например из 16 главы из 11 главы прошу прощения Еремии которые использовали в основном различные христианские из 16 главы Еремии пророчества о охотниках и рыболовах вот я пошлю множество рыболовов говорит Господь будут ловить их а потом пошлю множество охотников и они погонят их со всякой горы и со всякого холма из училии и скал и так далее хорошее пророчество можно его использовать так как используют и используют многие христианские сионисты и не только христианские но знаете когда говорят что рыболовы это те которые ловят евреев и бережно перевозят переносят их в Эриц Исраэль охотники те которые будут убивать у меня возникает два простых вопроса охотники значит охотятся чтобы убивать а рыболовы ловят чтобы что чтобы бережно куда-то переносить вот для чего кажется рыболовы а мне говорят ну ты не учитываешь употребление этой метафоры в Евангелии где говорится о том что Господь сделал своих учеников рыболовами ну хорошо если это так значит какой смысл Господь вкладывал в это понятие он вкладывал понятие например когда обращался к Шимону что тот должен оставить физическую ловлю рыбы для того чтобы духовно уловлять в первую очередь евреев в царство Божие и там речь шла только духовной аллее это простые вопросы которые возникают при таком использовании сложных пророчеств метафорических пророчеств но я не возражаю и против такого отнюдь никак не возражаю и я согласен с тем что на самом деле есть ряд пророчеств которые особенно у Иеремии у Языкиля есть кое-что у Исаии на эту тему которые вполне реально можно относить к современной все еще современной аллее почти полностью неверующих евреев и вот это наш взгляд на ситуацию насколько мы можем его описать при этом мы никогда не пытались закрыть глаза на пророчество о нынешней аллее мы всегда это подчеркивали в то же время я помню как я говорил с директором одной христианской сионистской организации который уже к тому времени ряд лет очень активно работал и он начал меня спрашивать почему я не почему другие почему мы не подталкиваем не так слово мне недавно здесь первый день сукот спросили вы толкаете пуш вы выталкиваете ваших людей чтобы они ехали совершали аллею я сказал мы никого никуда не выталкиваем еще раз повторяю мы за аллею тех людей кого бог ведет но мы не считаем что мы должны выталкивать всех подряд и мы не считаем что мы кому-то должны навязывать этот искусственный план не соответствующий писанию что абсолютно все евреи должны немедленно бежать сюда и мы считаем что у каждого еврея есть свой выбор особенно те евреи которые уже знают своего господа они должны советоваться прежде всего с руаха кодыш а ну вот я не не а а а Субтитры подогнал «Симон»